Едва лезть выше из наслаждений, как наслаждение творить. Эти слова классика приходят на ум, глядя на юные, но увлеченные и вдохновленные лица. Талантливые ребята из школ и учреждений дополнительного образования Десногорской Рославля представили свое видение Смоленской АЭС и атомной энергетики в целом. Приветствовал конкурсантов начальник отдела управления информацией Смоленской АЭС Роман Петров. Мы сегодня проведем церемонию награждения победителей и призеров нашего ежегодного конкурса детских работ, посвященный атомной станции. Конкурсы ежегодные проходят уже в 17 раз. Организаторы идут в ногу со временем и вводят новые номинации. Литературные работы и мультимедийные проекты дополнили уже привычные рисунки и поделки. Всего более 90 работ. Все призеры получили дипломы и подарки от Смоленской АЭС. Более 20 работ отмечены поощрительными призами. Мы с моим другом Михаилом Давыденковым делали видеоинтервью о том, как ростовчане относятся к атомной энергетике, ну в частности к атомной электростанции Смоленской. Я испытывал радость за то, что я все-таки получил награду. Ну и какую-то гордость за себя, что я чего-то достиг. Благодарственными письмами также отмечены педагоги, которые помогали ученикам в подготовке к конкурсу. Мы уже седьмой год участвуем в этом конкурсе и число участников нашей школы растет с каждым годом. Возрастная группа у нас все молодеет в нашей школе. То есть деточки от самых маленьких подготовительных групп становятся участниками данного конкурса. Это необыкновенные дети, которые очень активные участники всех конкурсов, акций, фестивалей. С такими детьми мне интересно работать. Мероприятие закончилось памятной фотосессией для участников конкурса и их родителей. Конкурсные работы размещены в выставочном зале Историко-Крайовеческого музея Десногорска до 18 января 2019 года. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.